телевизор желательно конечно ставить не на проходе чтобы мимо него никто не ходил если есть такая возможность установка телевизора смотрите обычно мы делаем как низ телевизора от пола мы вешаем приблизительно около метра этого принципиально достаточно чтобы смотреть его как стоит так и сидеть на диване потому что тогда ваши глаза когда вы сидите они где-то вот находятся в центре плазменной панели и опять же нужно рассчитывать расстояние от телевизора до сидящего человека то есть по большому счету правильная пропорция 1 диагональ умножается на 2 минимум тогда как бы человеку будет комфортно смотреть скажем так дадя вы смотрите да до ваших глаз должны быть как минимум две диагонали это как бы экрана минимум каминная зона вот здесь кстати камин очень крупно сделан ну как бы на фотографии да здесь понятно сама структура то есть мы сделали такую некую шапку каменщики конечно немножко помучились потому что вот эта вот история и там такой dvp там заложена теплоизоляция дальше после теплоизоляции каркас который обшивался вот специальными такими вот плитами которые уже потом шпаклевались и дальше наносилась краска и краска покрывалась лаком то есть камин он может выступать таким же интересным декоративным элементом гостиной если есть возможность его сделать даже если это будет фальш камин то в принципе гостиная будет выигрывать но опять же все зависит от площади гостиной если у вас гостиная там 30 квадратных метров мы долепить туда кучу диванов поставить сюда еще столовую обеденный стол плюс еще телевизионную зону и зону камина я думаю что это наверное будет перебор да человек будет ходить там как в хаусе то есть в принципе вы должны пропорционально смотреть помещается он туда или нет опять же если есть возможность камин поставить там где люди не ходят то есть там где уютно им будут пользоваться чаще нежели он будет проходной ну как бы это замечено на психологическом нашем уровне человека чем больше пространство тем больше функциональных зон можем туда поместить если например убрать вот эти вот треножники с лампочками если убрать например там какие-то картинки да какие-то подсвечники какие-то столы гостиная здесь сразу скажем так расползется в воздухе то есть не будет самоштабности поэтому для того чтобы гостиная крупная было самоштабно нужно использовать мебель декора также отделку стен какие-то какие-то элементы на стенах которые тоже будут занимать часть воздуха и опять же вы смотрите гостиная она не может быть вся как бы запроектирована в одной плоскости до желательно сделать так чтобы даже вот в свете смотрите у нас гостиная вот здесь вот она на самом деле трехпространственная пространство потолка с люстрой один ярус пространство вот этих вот торшеров и камина второй ярус третий ярус это высота диванов то есть если есть такая возможность соответственно зонируйте также по отметкам чтобы она была не плоская